Последние июльские дни в куртках и сапогах летнее тепло сменилось на осенний холод. В европейской части России, в том числе и в Нижегородской области, с 29 июля действует циклон, который вызвал редкое явление – ультраполярное вторжение. По данным метеорологов центра ФОБОС, таких явлений не было уже 70 лет. Давайте узнаем, как пронзительный ветер и дождь отразились на жизни саровчан. Поехала сегодня на огород, побыла немножко, как-то некомфортно. Привычная погода, в принципе. Холодно и неприятно, что-то в этом году лето выдалось какое-то нелетнее. Никак не влиял, свежо, хорошо. Такая погода больше нравится, а уж лучше джинсы одену и накину что-то, чем буду париться. Хорошо вот сижу, хорошо, уютно, чуть-чуть потеплее оделся только всего. Если жарко, то так все вяло, не хочется ничего делать, а вот когда такая погода, наоборот, я пробуждаюсь. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. В холодную погоду организма человека не хватает гормона счастья серотонина, который вырабатывается в том числе и от воздействия солнца. Как бороться с хандрой из-за непогоды? Надо работать где-нибудь, заняться чем-нибудь. Вот тогда, можно сказать, скука уйдет. Чай пить зеленый. Друг был как-то в Нью-Йорке, рассказал такую вещь. На остановках довольно много баннеров, и там написано «Не нравится погода, измени ее». Надо настроить на лучшее себя. Надо одеваться теплее, надо запасаться горячими напитками. Пусть пьют побольше витаминов, заряжаются побольше положительной энергией, позитивом, и не отчаиваются. Лето скоро будет. Более оптимистично смотреть на жизнь. Не расстраиваться из-за такой мелочи, как погода. А пока боремся с холодами и снова ждем лето. По прогнозам синоптиков, к выходным столбик термометра поднимется до 20 градусов, и саровчане снова смогут достать легкие наряды. В погодных аномалиях для вас разбирались Дарья Козина, Константин Островский, служба новостей Саров-24.